Всем привет, ребят! Вы на канале Счастливый Кролик! У-ху-ху! И сегодня я расскажу, как получить вот этот прикольный костюмчик и вот это жерелье совсем бесплатно. Немного потратил своего времени, ну, и иногда нервов, ребят. Но, в принципе, это всё возможно получить бесплатно, ребят. Кто, кстати, хочет получить вот эту корону и вот этот розовый прикольный костюм, смотрите мои видео и вот эту книжку. Я тоже в видео описал подробно, как её получить. Ну, а мы будем получать наше жерелье и вот этот костюм, ребят. Кто ещё не подписался на канал, обязательно подпишись, поставь лайк и колокольчик. Ну, а мы начинаем, ребят. Мы прыгаем в этот портал и попадаем в игру вот эту, ребят. Но сразу скажу, сразу скажу, не делайте так. Почему? Потому что нам нужен приватный сервер. И я потом расскажу, почему. Так что сразу выходите и проходите под видео по ссылке и нажимайте на эту игру. И делайте приватный сервер. Ну что, ребят, приватный сервер сделать совершенно легко. Заходите в эту игру. Вот она. Ссылочка под видео, не забываем. Нажимаем, вот, выбрать сервер. И нажимаем сюда, сделать приватный сервер. Здесь пишите название вашего сервера. В моём случае я напишу счастливый кролик, ребята. Вот. Сейчас, кролик. Всё, я написал. Нажимаем. Вот сюда вот. Всё, супер. Конфигурации потом сделаем. И нажимаем присоединиться к моему серверу. Вот так. Всё, нажали присоединиться к вашему серверу. И погнали в игру, ребят. Сейчас я вам расскажу, что надо делать. Всё, заходим в игру. Ребят, как только вы зашли в игру, быстро закрываем вот эти все окошки. Нажимаем вот сюда на эту карту. Ну, выбираем школу, переместились, закрываем окошко. И бежим быстро, ребят. Для чего это всё делать? Да потому что потом вам придётся очень долго ждать 8 утра. А нам надо успеть до 8 утра, ребят. Садимся вот в этот стульчик. Всё, видите? 6.57 утра. Видите, как время быстро идёт? Но мы успели. До 8 часов утра надо сесть в это кресло, ребят. И вот зачем мы сделали приватный сервер. Если бы это не был приватный сервер, здесь бы уже сидело бы очень много ребятишек. И пытались бы тоже сделать то, что и пытаемся сделать мы. Видите? Всё, мы получили ключ. Потому что мы сели на это кресло раньше 8 часов утра. До того, как начались уроки. Супер, ребят. Видите? Вот вы забегаете. Вот главный вход. После того, как вы телепортировались. Здесь нажали на выбор карты. Вот сюда в школу телепортировались. И сразу бежите в библиотеку. Вот, библиотека. Забегаете, садитесь на тот стульчик и берёте ключ. После того, как вы взяли ключ, бежим вот сюда. Бежим, поворачиваем направо, как выходим с библиотеки. И бежим всё время прямо до тупика. Потом поворачиваем сюда налево. И видите, вот этот призрак под часами. Прикольно. И вот за этими коробочками, что это такое, видим вот эту дверьку, ребят. Вот этот ключ открывает эту дверь. Супер. И мы зашли вот сюда. И вот тут у нас есть портал такой. Этот портал и ведёт туда, где можно получить вот тот костюм и ожерелье. Всё, мы попали сюда, ребят. Видите, вот этот портал. Вот. Вот это всё нам придётся пройти, пропрыгать, ребят. Вот такое оби. Надо будет прыгать, прыгать и не упасть. Но самое сложное в этом оби, то, что здесь нет чекпоинтов, ребят. То есть мы не сохраняемся. Если мы упали, мы всё начинаем заново, ребят. И это очень стрёмненько. И, как подсказывают люди, нам надо сделать, знаете что? Чтоб легче пройти этот паркурчик. Вот зайти сюда, в одежду. Заходим. Нажимаем вот сюда на эту футболку и шляпу. На вторую строчку вот эту. И здесь нам надо себя уменьшить, так скажем. Даже не уменьшить, а тоньше сделать, ребят. Чтоб мы смогли прыгать аккуратненько. Среди кислотных квадратиков и всякой такой чепухи. В общем, чтоб мы не смогли на них наступить. Мы можем на них наступить, но так будет сложнее. Ведь мы тоньше, ребят. Нажимаем плей и всё. И мы вот такие вот тоненькие и такой меч у нас. И теперь мы можем спокойно начинать наш паркурчик, ребят. Не забываем, когда мы падаем, мы всё время начинаем заново, ребят. Ну что, кто не силён, как сказать, в паркурчиках, тому большого терпения. Но всё, в принципе, делается. Я тоже, ребят, не очень силён в паркурчиках, но пытаюсь пройти. Конечно, это не получится с первого раза, сто процентов. Сейчас я даже, наверное, умру где-то. Хотя, кто его... О, вот видите. В общем, вот так, ребят. Ребят, спустя очень, очень много времени и очень, и очень много потраченных моих нервов, я понял, ребят, что из меня паркурщик никакой, ребят. И я решил обратиться за помощью к моему другу, так сказать, очень близкому. И он мне с удовольствием решил пройти этот паркурщик и сделать его на все сто процентов, ребят. И, как видим, он просто ас в своём деле, ребят. Да, ребят, я даже не буду говорить, что это я проходил, потому что смысла нет. Я врать не люблю, ребят. Вот так вот. И вам не советую, кстати. Из меня паркурщик никакой. Не знаю, или уши мешаются, или ещё чего-то. В общем, для меня это всё тяжело даётся. Но, а мой дружбан прыгает как кузнечик, я бы сказал. Очень, очень, очень он классно всё делает. Смотрите, как он преодолевает эти препятствия, ребят. Ну, это очень просто обалденно. Я даже завидую ему какой-то белой завистью. Хотел бы я так прыгать в паркурщике, ребят. Я бы, ху-ху, таких бы делов натворил и в башне ада, и везде, ребят. Но, но не моё. Вот так. Хоть я и кролик прыгучий, но не могу я в паркурщике прыгать. Может, со временем и научусь. У меня каждый раз всё и лучше, и лучше получается, ребят. И вы, кстати, напишите в комментариях, как, ребят, у вас дела обстоят с паркуром. Так же ли вы хорошо прыгаете, и быстро ли вы прошли это всё, и получили вот эту цепь и костюм. Вот. А наш герой уже подходит почти к развязке. Это очень прикольненько. Смотрю я на это, и сердце моё кровью обливается. Знали бы вы, сколько часов я здесь потратил, и сколько нервов, ребят. А он просто берёт, прыгает, прыгает, прыгает. И уже почти пришёл туда, даже куда я не доходил, ребят. Да, очень интересненько всё складывается. Если бы я знал наперёд, что всё так будет, лучше бы сразу его позвал мне помочь. И не, сказать, портил бы себе мои нервы. Вот так вот. Ну что, ребят, мы видим. Близится к концу наш паркурчик. Остаётся впереди самое сложненькое. Это вот это вот. Да, вот это вот эта штуковина. На ней я слился очень и очень много раз, ребят. Но я до сюда доходил. Могу сказать честно, до сюда я доходил. Но несколько раз я здесь слился. Потом опять падал на полпути и решил. Ну и вон. Пускай оно горит вот огнём, так скажем. Давайте же посмотрим. Видите, я как понял, он смотрит на это и изучает. Как же это всё пройти? Ну давай посмотрим, на что ты способен и как ты пройдёшь. Оп. Да, классненько, аккуратненько, аккуратненько. Но, но, всё выше и выше. И это очень-очень прикольно. Вот кактус спас от камня. Это очень классненько. Он ждёт следующего камня. Всё. Давай. Иди. Нет, нет. Он стоит и ждёт, ребят. Всё. Можно прыгать. Круто, круто, круто. И вот он на вершине, ребят. Да что ж это? Ай-яй-яй-яй. Вау. Супер-супер. Спасибо тебе большое. Хлопаете всеми своими лапами. Вот так скажем. Ну что, ребят. Теперь остаётся только спрыгнуть и забрать свою награду. Всё. Он спрыгнул. И смотрите, смотрите. Вот, вот это ожерелье, ребят. Да, и он тоже радуется, что смог его получить. Супер-супер. Спасибо тебе большое. Ах, как я рад. Наконец-то это ожерелье у нас, ребят. Вот так вот и вы его получаете. Ну что, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал. Поставь лайк и не забудь про колокольчик, ребят. Ну а с вами был счастливый кролик и мой таинственный друг паркурчик. Всем пока-пока, ребят. До новых встреч. Всем всего самого доброго. Пока, ребят.